Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать про второй способ по сохранению и восстановлению бэккапа ТА-раздела. Зачем нужен ТА-раздел? Зачем нужно делать его сохранение и восстановление? Вы можете посмотреть внизу экрана ссылка на видео, где указан первый способ. И также можете перейти по ссылочке в описании под видео, почитать зачем нужен ТА-раздел. Итак, приступим. Нам нужно скачать архив бэкап ТА-911. Ссылка на скачивание в описании под видео. Распаковываем данный архив в диск С. Также необходимо устройство с полученными рут-правами. Как получить рут-права на ваше устройство, можете перейти по ссылкам внизу экрана и просмотреть видео. Также необходимо в телефоне включить отладку по USB. Также включить неизвестные источники. Переходим в диск С. Бэкап ТА-911 папка. Открываем. Подключаем наш телефон к компьютеру. Запускаем файл бэкап ТА от имени администратора. Смотрим. У нас появляется окно командной строки. Читаем и делаем то, что нам прописывает командная строка. Смотрим на экран телефона. По запросу суперпользователя предоставляем права суперпользователя. Далее нажимаем цифру 1. Далее нажимаем U. Ждем пока программа отработает. Нажимаем цифру 5. Выходим с программы. Переходим в диск С. Бэкап ТА. И смотрим бэкап папка. Вот наш архив с бэкапом. Сохраненным нашим ТА-разделом. ТА-раздел у нас сохранен успешно. Для восстановления ТА-раздела делаем следующее. Идем в диск С. Бэкап. Запускаем файл бэкап ТА от имени администратора. Смотрим на экран телефона. Если поступает запрос суперпользователя, предоставляем права суперпользователя. И далее в меню выбираем цифру 2. Я не буду делать дальше, так как данную процедуру нужно делать только если у вас ТА-раздел отсутствует на телефоне. Если же у вас ТА-раздел присутствует на телефоне, то восстанавливать вам естественно нечего. Здесь выбрать цифру 2. И дальше смотреть на командную строку, читать что она прописывает и выполнять необходимые указания. Если вы все выполнили правильно, бэкап ТА-раздела будет восстановлен у вас. Чтобы проверить наличие ДРМ-ключей и восстановлен ли ТА-раздел, нужно сделать следующее. В звонилке набрать вот этот код, дальше перейти, выбрать сервис тест, секьюрити, и смотреть первые 3 или 2 строчки, все зависит. Даже бывает одна строчка, все зависит от модели вашего устройства. Смотрим, если у вас вот такая строчка или с таким текстом только одна или две строчки, значит у вас загрузчик заблокирован, то раздел на месте ДРМ-ключей есть. Если вот такие строки, загрузчик разблокирован, то нет, ДРМ-ключей нет. Также можно проверить статус разблокировки загрузчика по такому коду. Набираем вот этот код в звонилке, дальше идем в сервисе инфе конфигурацию и смотрим на нижнюю строчку. Если написано вот такая строка, значит загрузчик разблокирован. Если такая строка, значит, что загрузчик заблокирован, можно разблокировать. Если вот такая строка, значит загрузчик не разблокирован и нельзя его разблокировать. Будьте внимательны, При восстановлении та раздела используйте та раздел только с вашего телефона. Ни в коем случае не используйте та раздел с другого телефона, даже подобного вашему, так как в этом случае вы получите мертвый телефон, так называемый кирпич, и вряд ли он подлежит будет восстановлению. Будьте внимательны и все у вас получится. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всего вам доброго. До свидания.